Проведем подключение нашей сети к интернету. Для этого нам нужно построить модельную сеть провайдера и модельную сеть интернет. Будем делать следующим образом. Провайдер для нас прозрачный, мы не знаем что внутри, это некое облако. Мы к нему будем подключаться по VLAN, предполагаем он нам выделяет VLAN и мы по VLAN просто подключаемся. Далее мы имеем маршрутизатор там, с помощью которого мы взаимодействуем. И этот же маршрутизатор будет подключать интернет сервера. Эти интернет сервера мы пропишем в нашем DNS и будем дальше прописывать доступ к ним, для того чтобы проверить как можно подключать только к определенным серверам сети и к ним выходить. Давайте мы перенесем нашу схему вниз, чтобы было место для провайдера. Так, здесь у нас будет примерно вот провайдер. Вот так вот. И вот так вот будет интернет. Значит провайдер у нас будет иметь маршрутизатор, к которому мы собственно будем подключаться. Два коммутатора мы должны поставить. Один коммутатор будет для выхода в сеть провайдера, а второй коммутатор для подключения интернет хостов. Сервера. Четыре сервера поставим. С контролом мы нажимаем сервер, чтобы четыре поставить. Так. Поскольку у нас подключение по моделируем длину канала, то мы будем подключать через оптику. Соответственно нам нужно поставить медиаконвертеры. Вот у нас медиаконвертеры. Один сюда с контролом. Сюда медиаконвертер. Сюда и сюда. Вот. Таким образом мы поставили. Так, по-моему, у нас тут для медиаконвертера не хватает места. Мы немного удлиним нашу схему. Это вот эта кнопочка специальная для удлинения. Теперь поднимем. Значит так, перенесем вниз. Немножко. Такое все ради красоты. Немножко вниз перенесем. Поднимем. И поднимем. Вот так вот. Вот. Место вроде нашлось. Репитеры поставили. И тут свитч и репитер. Значит мы давайте их назовем в начале. Потом прокинем на физическом view в разные места. Значит это у нас будет. Как мы называем. МСК Донская медиаконвертер 2. Это у нас провайдер медиаконвертер 1. Провайдер медиаконвертер 1. И провайдер медиаконвертер 2. А это будет интернет медиаконвертер 1. Соответственно это у нас будет интернет свитч 1. Интернет свитч 1. Так. Это у нас будет провайдер gateway 1. Значит. Это. И провайдер свитч 1. Давайте мы на физическом view. вот у нас Павловская, Донская. И сделаем еще новый билдинг. Это у нас будет. Это мы назовем провайдер. 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 Пусть здесь будет провайдер. павловская. Ну. Виртуальный билдинг. Павловская. Который будет у нас интернетом. Интернет. Виртуальный билдинг. Давайте мы смотрим, что у нас. Это у нас перенос в интернет. Это у нас перенос в провайдеру. Провайдер. Значит, это у нас сервера, которые, интернет-сервера. Так, вот сервер 0. И это. Давайте мы их тоже перенесём в интернет. В интернет. В интернет. Вот у нас ещё 0 сервер. В интернет. Свитч тоже в интернет. Так, всё мы. Провайдерский маршрутизатор к провайдеру. Провайдерский свитч. Давайте мы сейчас соединим их кабелями. Ну, во-первых, нам нужно поменять. Тут у нас Fast Ethernet. А тут у нас оптика будет. Значит, это у нас Fast Ethernet. Значит, эти убрали сюда. Вот. Это оптика, а это Fast Ethernet. Так, Fast Ethernet. Оптика. И оптика 100 мегабитная. Включили. То же самое на остальных проделываем. Увеличили. Выключили. Выкинули. Ненужные порты. Значит, Fast Ethernet. Оптика. Включили. Увеличили. Выключить забыли. Ненужные порты убрали. Fast Ethernet добавили. Добавили 100 мегабитную оптику. И на этом репитере так же сделали. Выключили. Убрали. Fast Ethernet добавили. 100 мегабитную оптику добавили. Так. Все. Значит, давайте подключение будем делать. У нас на нулевом порту тут висит вся наша сеть. Как мы видим. Первый порт не подключен. Первый порт подключаем к репитеру. Итак. Значит, это у нас репитер. У нас будет у нас DCE. Маршрутизатор DTE. Значит, кабель прямой. Фаст Ethernet. Тут так же. Значит. Подключили. Коммутаторы. Коммутаторы у нас DCE. Репитер DCE. Значит, кросс. Подключим. Ethernet. Так. А тут. Разные. Прямой. Второй кабель. Сюда. Подключили. Так. Оптику подключим. Вот у нас оптика. Оптика. Вот так вот подключено. Подключаем теперь репитер и коммутатор оба DTE. Подключаем к первому порту. Этот коммутатор для того, чтобы несколько серверов подключить. Ну и давайте сервера все подключим сюда. Значит, это сервер. С третьего. С контролом. С контролом подключили. Вот теперь у нас подключенная сеть. Теперь мы посмотрим, как это у нас выглядит на физическом соединении. Вот Донская. Подключена к провайдеру. Наш провайдер. Бэк. И провайдер к интернету подключен. Теперь давайте поставим необходимые IP-адреса. Значит, полная конфигурация IP-адресов нам будет делаться в второй части работы. На данный момент мы пропишем имена серверам и IP-адреса нашим серверам. Соответственно, вот это пусть будет Яндекс. В Яндекс.ру. Статический адрес. Значит, gateway поставим 192.0.2.1 На Fast Ethernet будет 192.0.2.11 И маска такая. Значит, мы выбрали сети для провайдера и для интернета модели из специально выделенных сетей для примеров. Тестовые сети, так называемые. Итак, это Яндекс закрыли. Это у нас будет Stud.ru.dn.university Stud.ru.dn.university Значит, gateway опять у нас 192.0.2.1 Интерфейс 192.0.2.12 192.0.2.12 Маска соответствующая. Следующий сервер, это у нас будет E-System Так, E-System FUR.ru Gateway 192.0.2.1 И статический адрес будет 192.0.2.13 192.0.2.13 И последний сервер, это будет VW.RUDN.RU Gateway 192.0.2.1 Так, интерфейс 192.0.2.14 192.0.2.14 Ну и маска автоматом у нас прописывается. Теперь мы пропишем эти сервера в наш DNS сервис Значит, вот у нас сервисы DNS Добавим все эти сервера по очереди Значит, VW.Yandex.ru Яндекс.ru Это у нас адрес 192.0.2.11 Добавить Stunt.ru.dn.University Stunt.ru.dn.University Это у нас адрес 192.0.2.12 192.0.2.12 192.0.2.13 192.0.2.13 192.0.2.13 Добавили Значит, так мы все прописали Ну и теперь давайте поставим только лейблы Это у нас провайдер 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 Вот наша лейбла А это у нас интернет 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 Вот сюда поставили Вот такая у нас получилась схема Что нам осталось сделать Нам осталось в следующий раз Прописать адреса на маршрутизаторах На всех И прописать на маршрутизаторе Нашим правила НАТО Ну и соответственно проверить Что у нас есть выход в интернет Вот сюда